Георгий Васильевич Мальев Он был поэтом, как считают многие, очень талантливым человеком. Его сборник стихотворений был опубликован и в России, и в Германии. Он был репрессирован? Репрессирован, да, был. Репрессирован за то, что отказался сотрудничать с советской властью. Он умер в лагере. У него развился туберкулез и многие другие заболевания. И в 53 года он как бы умер. То, что у вас дед поэт, это вот какую-то ответственность вы на себе ощущаете? До определенной поры, до определенного возраста не ощущал, что как-то мое имя связано с Георгием Мальевым. Но у каждого сознательность приходит своя, в определенные свои годы у каждого человека. Кто-то может стать осознанным в 20 лет, кто-то в 40 лет. Кто-то вообще никогда не может стать неосознанным и не осознавать, кто он есть, личность или просто животное. Вообще осознание себя как личности мне стало после 35 лет. Ну, скажем так, после моей длительной командировки в западные страны. Это тот момент, когда вы начали задавать себе вопросы. Для чего, почему живу и так далее. Да, да, да. Ваш талант, это все-таки по наследству? Все-таки больше склонен к тому, что это все-таки на генном уровне. То, что генетика имеет значение. Ваша сестра Зарина Малиева. Она сейчас разъезжает в качестве солистки известной немецкой группы «Энигма». Ее пригласил Фрэм Петерсон, известный продюсер, который поставил такие имена, как Сандра, Пэтшоп Бойс, Андрея Бачелли. Ну, и с другими звездами он работал. «Энигма» сейчас она называется несколько по-другому «Григория». Есть такое мнение, что человеку должно повезти три раза. От кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. От кого родиться, я уже поняла, вам повезло. А вот учителя были, у которых можно было чему-то научиться? На историческом факультете, где я учился, ну, там, на самом деле, там, вот именно в то время, сейчас они тоже, эти преподаватели есть, как бы они достойные. Как бы, я считаю, очень достойные преподаватели. Мировоззрение они пытались как-то помочь вам сформировать? Человек, если сам не готов воспринять какую-то информацию, там, или кто-то, никто не в состоянии как-то повлиять на него, если этот кто-то не обладает такой духовной силой, чтобы мог повлиять на человека в ту или иную сторону, чтобы как-то воздействовать на его духовное развитие. Скорее всего, сам на себя рассчитывал. Вот в жизни я как бы не воспринимал никого, только занимался, наверное, саморазвитием. Вы успели за 40 лет своей жизни изучить религии мира, психологию, знаете, философские школы, занимаетесь йогой. Для меня все религии равнозначны. Я с уважением отношусь к любой религии. Каждый человек в любой религии может находить что-то для себя, для его души, для его сердца. А йога вам что дает? Путь к самопознанию. Как говорится, познай себя, и ты познаешь остальных людей. Вот себя я достаточно хорошо познал и узнал. Ну, скажем так, если для кого-то будет понятно, я скажу так, если какая-то мысль у меня возникает, я уже знаю, почему она возникла и откуда она берет свои корни. То есть я нахожусь в подсознании, в своем подсознании. Медитацией занимаетесь? Да. Глядя на людей, мне бывает просто понять на таком примитивном даже уровне, какой энергетикой обладает человек. И с миром проще общаться, да? Ну да, в принципе, да. Почему все-таки в одночасье было решено, что надо уехать? У каждого человека бывает такой этап в жизни, депрессивный этап, эмоциональный срыв. Поиски себя. Поиски себя, да. Человек просто чувствует себя опустошенным, энергетически, морально, духовно, физически. То есть какие-то физические упражнения не приносят удовлетворения. Работа тоже не приносит удовлетворения. Семья, все. Все представляется в таком, как бы, я не знаю, в черном свете. Человек хочет из этого вырваться и что-то в своей жизни... Кардинально поменять. Кардинально поменять. То есть на грани. Уже не знаешь, куда себя девать. Вот это и послужило как бы тому, что... Сподвигло, да? Да, вот все бросил. И уехал. То есть я так понимаю, если бы было и на душе все тихо, мирно, спокойно, и жизнь бы как-то, в общем-то, складывалась, вы бы никогда не уехали. Люди так и живут вот с этими проблемами. В основном так и люди живут. Их мучают проблемы душевные, духовные, но не предпочитают с этим жить, с этим жить всю жизнь. Смиряться с тем, что им не дает жить нормально, счастливо. Вот большинство людей я заметил так. Лучше вот как бы дожить, чем что-то поменять, что-то изменить в своей жизни. Душевные переживания исчезнут, если вы, например, переместитесь куда-нибудь сейчас, в Пятигорск или в Москву. Конечно, конечно. Изменятся? Здесь ты чувствуешь всегда заботу, поддержку близких людей, что тебя всегда… Разве это плохо? Это плохо, да. Это плохо. То есть человек как бы он ориентирован не на свои возможности, не на свою выживаемость, а тем, что в случае какой… Вот это, кстати, и проблема. Молодежи, в основном, которые они… Не приспособлены. Да, за спиной у них там кто-то есть. Тыл. Там какие-то дяди, тети, банкиры, чиновники. В случае чего каких-то проблем маленьких, они сразу обратятся к ним, и все проблемы будут улажены, кроме одной. Какой? Человек никогда не решит душевную проблему. Кто он такой в этой жизни, и что он из себя представляет как личность? Вот я даже в книге писал вначале, вот эта духовная неудовлетворенность, она достигла как бы своего апогея. Вот когда человек ищет поиск, вот человек в поиске. Ответы нужны на ваши вопросы, да? Да. А здесь их не было. Здесь в этой жизни не было. Даже у меня вот, несмотря на то, что у меня в принципе все было хорошо. Квартира трехкомнатная, супруга, семья, близкие, родные, и все было рядом как бы. Почему именно Англия? Уровень зарплаты выше, чем в других странах европейских. Георгий, тогда все-таки получается, что вы ехали за каким-то длинным рублем. Не за поиском самого себя, а все-таки заработать. Давайте откровенно скажем. Элементарно. Если я и собрался уехать, да, то как любой нормальный человек, я же не выберу там Эфиопию, или там, допустим, какую-то Южноафриканскую республику. Раз куда-то ехать, раз уже решил, то ехать с пользой. Какая-то доля авантюризма в этой поездке была, это я сразу поняла. Но есть сегодня сожаление какое-то, что вот вы потеряли столько времени, или все-таки Англия чему-то научила вас? Сожалений у меня абсолютно нету. Я приехал, я наоборот, чувствую себя на миллион процентов лучше и физически, и морально, и духовно, чем я уезжал отсюда. Научился я, можно сказать, практически всему. Я могу дом построить от и до, начиная от фундамента и заканчивая крышей. Любые ремонтные работы внутренние научился делать. То есть я считаю, мужчина, мужчина, он должен что-то уметь в жизни делать, как бы, да, вот примитивно говоря, забить гвоздь. Я научился готовить, я умею делать любые блюда, очень много блюд, работая в ресторанах, посудомойщикам. Далила, что она была или кто в вашей жизни? Вот когда именно я с ней познакомился, это был сложный промежуток времени. Я же отвечал, чем? Ну, чем мог я отвечал, как бы, как мужчина, заботой, любовью. Ей было этого достаточно? Я не знаю, было достаточно или нет, но во всяком случае она, сколько у нее было поклонников, я не побоюсь этого выражения, как бы, да, ну, по каким-то причинам она... Выбрала вас? Отказывалась от знакомств с более успешными, там, местными предпринимателями, работодателями. Женщина способна на такие жертвы, я в этом не сомневаюсь. Вот, и когда вот говорят парни, там, вот девушки, там, меркантильные, там, я все-таки верю, что не все. Если говорить честно, да, вот лично мое мнение, да, вот местные девушки, которые здесь находятся в Осетии, они очень сильно отличаются от европеек. Если там на Западе, к примеру, да, не смотрят на материальные какие-то благи, вот человека, мужчину при знакомстве с ним, потому что все работают, все, как бы, достаток более-менее у каждого есть, то здесь очень сильно обращают внимание на то, на какой ты машине ездишь. Это знают все, это знает вся молодежь. Здесь уже как-то даже на свидание стало непрестижно ходить своим ходом. Вот дошло вообще до абсурда. Если у машины нету, как бы, я знаю таких много примеров, и девушка отказывается встречаться с парнем, у которого нет машины, потому что она смотрит на кого-то, которые разъезжают там на джигах, на лексусах, и ей тоже хочется, как бы, ну, это неправильно. А знаете, в чем проблема? Это воспитание родителей. Это ее так воспитали. Здесь многим девушкам вбивают в голову с самого детства, что нужно замуж выходить только за успешного предпринимателя, денежного и тому подобное. И чтобы он не только ее содержал, еще содержал и их родню, и свою родню, и их родню содержал. Вы понимаете, вот это вообще, вот это, я считаю, это вообще ненормально. Я все равно на первое место ставлю чистые человеческие отношения между мужчиной и женщиной. Я на первое место все равно ставлю, потому что это выше... Вечная любовь должна быть. Да, это выше, чем какие-то материальные... А посмотрите, что у нас происходит. Девушек просто покупают. Покупают чем? Дорогими подарками. Покупают там, подарил машину. И она в него влюбляется. А за что она в него влюбилась? За его какие-то качества? За то, что он ей подарил там драгоценности, кольцо, ресторан сводил. За что она его полюбила? Ну, как это не назвать, как продажа себя, своей души дьяволу? То есть тебя покупают. Это не любовь. Вот я там был никто. Вот ноль. Вот ноль, у которого не было ни своего угла, ничего своего не было. И у меня было немало подруг, которые не смотрели на то, что у меня какой-то... Я же говорю, там смотрят просто на качество. Смотрели на то, как я себя веду, как я общаюсь, как я отношусь к женщине. Они смотрели на это. Они не смотрели на то, что я там какой-то рабочий, который там, извините, там с подносами ходит. Вот в этом и заключается колоссальная разница. между вот нашими женщинами и европейскими. Вот почему английский язык изучают весь мир. Вот английский язык, он ассоциируется с благополучием, с достатком. Я не говорю, что обычаи там мешают или как-то что-то мешают. Просто обычаи, те, которые были, традиции, они не увязываются никак с нашей современной жизнью, когда астины друг друга обманывают, предают. Вот вы говорите про английский язык, да? Пожалуйста, не поймите это в свою сторону. А как быть с тем, что у нас многие родители нанимают репетиторов, обучают своего чада английскому, немецкому, испанскому языку, а своего родного языка они не знают? Ну откуда это пренебрежение к своему собственному языку? Я недавно на лавочке, вот смотрел там со своей работы, на лавочке на проспекте, там сидели два мужчины и у них была в руке бутылка водка. Вот они разговаривали на астинском языке, там говорили там за то, за сё, за Бога. Вот иногда проходишь, там стоят пьяные люди, обнимаются, говорят, мах, ираташ там. Там заходишь на застолье, мах, кувагадаш там, адамаш там. Вот спрашивается, кому это надо? Ни в какой религии не сказано, что мне нужны поклонения таким способом, чтобы человек выпивал одну, вторую, третью, десятую, двадцатую. Ни в одной религии не сказано. Буквально днях пример мне рассказал. Человек один, в ресторане, значит, кто-то там, его друг накрыл стол на миллион сто пятьдесят тысяч рублей. Вот в гостинице Владикавказ. Зачем надо? Вместо того, чтобы ты вот эти деньги тратил на вот эти явства, лучше ты помоги человеку, который хромой, который там нуждается в операции, как вот. Вот я же просто говорю, как вот эти люди, они не понимают, что один такой жест, кому-то помочь действительно от души, сделать доброе дело, он стоит всех вот этих миллионов, которые ты тратишь на, извиняюсь за уважение, за жратву, чтобы у других покормить, которые тоже как бы ни в чем не нуждаются. Ну, обычаи, традиции никто не отменял, их надо соблюдать, но надо брать только из этих традиций только все самое хорошее. И поэтому... Не извращать, да? Не извращать, да. Посмотрите, без культуры, вот это в маршрутках, с сигаретами ездят, там везде плюют, вот все делают, вы понимаете? И когда на эту жизнь смотришь и думаешь, а что здесь делать? Что здесь делать, если здесь жить стало просто неинтересно? Вот молодому человеку здесь жить неинтересно. У него нет стимула, у него нет перспективы к развитию, к самосовершенствованию, к какой-то карьерной лестнице, если это его желание не подпитано кем-то свыше. Вот клановость, понимаете? Ну, клановость, это еще не весь народ, это только процентов 20, которые вот крепко стоят на ногах и насаждают своих. Это клановость. И поэтому вот этот английский язык ассоциируется именно, поэтому его изучают. Немецкий, английский, потому что они видят, как люди там живут, в Германии, какая у них экономика, какая забота о людях. Поэтому отсюда тысячи и тысячи людей, как бы молодых, они отсюда уехали. Я опять говорю, не от хорошей жизни уехали. Здесь, вот в России, люди, по большому счету, ненавидят друг друга. То есть делятся на национальности и так далее. Да, там эта проблема отсутствует. Опять же, подчеркну... Национальности нет? Там нет, национальности там нету. Откуда у них такая мудрость жить с тем, что там колоссальное число мигрантов? Ну, как, куда они... Колоссальное, да. Это воспитание в них, или это вот природное английское, какое-то терпение? Ну, это есть, да. Вот терпение английское, как бы природно, оно... Заложено в них, да, уже? Заложено, да. Заложено. Ну, сейчас у них, честно говоря, переизбыток. Очень много мигрантов, эмигрантов, вот, которые просто нелегалов, очень много, поэтому у них сейчас переизбыток. Ну, это тенденция во всем мире. И вот эта вот святая вера, как вы говорите, в полицейского, в закон, мы когда-нибудь так будем жить, как вы думаете, когда мы знаем, что будет закон идентифицировать? Да, нет, я думаю, нет. В России здесь, я думаю, нет. Вот на наш век, как бы, мы этого не увидим. Такого, чтобы полицейский был беспристрастен, чтобы он не брал взятки. Не коррубированный. Да, чтобы он был бескорыстен, кто бы к нему не пришел в кабинет. А то недавно случай был, вот, стоял в очереди, там бабули, дедули стоят, я как бы к своему участковому. Моя очередь зашла, я зашел в кабинет, и тут же за мной в кабинет заходят в полицейской форме, как и называют, гаишник в полицейской форме. Ну и вот так вот, участковый так радужно встретили. И самое интересное, говорят, а зачем ты в очереди стоишь, как бы, что ты без очереди не заходишь? То есть вот даже в этом маленьком моменте, как бы, да, вот одна из врачей, вот, за участкового врачей, она уже в голове имеет в виду, вот люди настолько вот корыстные, она уже имеет в виду там, а вдруг там какая-то проблема будет, меня остановят, а вдруг этот окажется знакомый там туда. Его там с почестями встречают, за то, что он как бы человек в форме. У нас есть такое классическое понятие хищнер, да, вот они еще есть в нашем обществе, в которых можно прийти за советом. Я не считаю мудрецов тех старших, которые в свое время пьянствовали, гуляли, беспорядочные половые связи, и вот они сейчас, как бы, я извиняюсь, уже не могут ни пить, ни гулять, и вот они сейчас сели, и начинают с умным видом, да, рассуждать о том, что такое правильный образ жизни, и целомудрие. Я знаю, конечно, людей достойных, людей достойных, я вот так скажу, вот Шамиль Джекаев, Царство Небесное, вот, это был очень человек, на самом деле, очень позитивный, энергичный, и очень мудрый человек. Мой отец, Васо, вот, я с ним проложил жизнь, как бы, я его тоже хорошо знаю. Ахшар Кудзати, мудрость, ведь она вещь не внешняя, она внутренняя. Такие люди есть, есть, и, кстати, благодаря вот таким людям, людям, еще и мы продолжаем держаться на плаву. Сейчас вот у нас в Осетии, как вот пишут, да, на самом деле, депрессивная республика, вот, и все вот перемешалось, все перемешалось, и хорошее, и плохое. Неужели так все беспросветно? Все подчиняется законам, пока что-то не достигнет своего апогея, то есть, да, пика своего. То ли это... Что называется, уже ниже, когда будет некуда, будет придется подниматься? Да, да, но всему рано или поздно наступает, как бы, финал. Есть у вас такое произведение, «Бог любит детей», и меня озадачили вот такие слова. Он относился к дочери с таким же трепетом и любовью. Его чувства были спрятаны, и он не мог позволить эмоциям взять верх. Свою любовь он хранил внутри себя. Вот это нам, осетинам или кавказам, всем свойственно, чтобы свою любовь не проявляться к своим собственным детям? Вот у нас не принято, как бы, да, показывать свои чувства. Выражать свои чувства. Да, радость или там... Нет, боль, вот у них хорошо получается выражать боль. Я считаю, что осетин и закрытый народ. Вот у нас быту как? Вот осетин уже пожилы, да, никто никому не прикасается, муж к жене, живут как совершенно чужие люди в Европе. Хоть ему 80 лет, хоть 90 лет ей 100, они сидят в обнимку, они ходят под ручку в парке. Здесь как-то это считается стыдно, там, обнять вот как бы под старость, там, пригреться, или прораскаться к своему мужу, или муж к жене, там, поцеловать руку. Это уже как-то считается, я не буду плохое выражение, но как-то зазорно уже стало считаться, да, вот такие вещи. Но эти вещи как раз делают людей добрее. Я извиняюсь, буду открыто говорить. Как только сексуальная проходит привязанность и страсть между супругами, они становятся совершенно чужими, просто сожителями. Да, просто на расстоянии, ты свое делай, я буду свое делать. Совместное хозяйство, совместные дети. Да, жена делает свою работу, просто практически даже не общаются, они как бы, да, уже они совершенно друг к другу, вот в душе, у них потерян вот этот дух, когда вот вместе они люди, у них это потеряно. Родители отдаляются от детей, лишний раз не обнимут, лишний раз просто вот лицом к лицу не поговорят о том, что их интересует, не заглянув в душу. Это самая большая проблема, что человек отгораживает. Обличие людей нету. Да, человек отгораживает себя от ребенка. То есть это твои проблемы, это возрастной, это пройдет. Вот это самое большое заблуждение родителей. С ребенком надо всегда разговаривать, и чтобы ребенок чувствовал, что его понимают душой. Нет, не там, что деньги дал, на тебе иди в кино, то она все, отгородился от проблем, я занимаюсь своими делами, он занимается своими проблемами. То есть я его одеваю, я бываю, и кажется, что... Этого хватит. Но это, это, это ничто. По сравнению с тем, что человеку надо, ребенку давать духовную поддержку. И когда он не получает вот эту духовную связь, когда от него отгораживаются родители, вот тогда у ребенка действительно появляются проблемы. Это корень зла. Раз его не воспитывают родители, а раз у него не вкладывают дух, значит, он этот дух берет в подворотне. Но бывают родители разные. Бывают родители интеллектуально неразвитые, духовно немощные. Разные бывают родители. То есть вот, и вот эта слабость, конечно, перейдет на их детей. Чтобы как-то найти себя в этой жизни, надо хорошо учиться. Надо хорошо учиться, и осваивать профессии на достаточно таком уровне, чтобы потом не было проблем с трудоустройством. Хорошо, вы противоречите сами себе. Получается, значит, что даже если бы у вас два высших образования, как вы пишете, вы будете вынуждены работать таксистами или торгашами. Как с этим быть? Вы говорите, что только избранным, уготованные теплые места там где-то в госструктурах. Зачем мне тогда эти знания? Вот в те времена 80-е, тем более 70-е, то есть человек, закончивший там ИСТФАК, например, или там ИНЯС, он автоматически трудоустраивался. Сейчас время другое, поэтому я говорю, вот сейчас, в наше время, если человек чего-то хочет добиться, уже два-три диплома, они уже не играют фактически никакую роль. Если человек не владеет вот своей специальностью в достаточной степени, чтобы он мог прийти и сказать, что у меня не просто диплом, как вот сейчас просто заканчиваю, там экономисты у всех, там каждый второй экономист, каждый второй юрист, и они приходят и говорят, ну и что, вас много, а чем ты лучше, чем вот остальные там 10 тысяч экономистов? То есть нужно ремесло, которым ты должен владеть лучше всех, ты должен быть специалистом. Так уже не прокатит, я извиняю за выражение, вот как было раньше, то есть сейчас же намного больше студентов и вузов, чем было тогда, гораздо больше. Сейчас каждый второй студент, сейчас считается непрестижным вообще не быть без высшего образования. По статистике, Северная Осетия занимает первое место по числу людей с высшим образованием. Почему у нас так популярно высшее образование, и почему мы все, после того, как получаем высшее образование, хотим работать в кабинетах? Это черта характера, это черта характера. Да. Вы наследник таких известных людей, но неужели хотя бы имя вашего деда вам какие-то двери не открывают? Куда бы я ни обратился, там нужны или, мне говорят, деньги. Я сейчас, честно говоря, я сейчас от амбиции просто далек, от амбиции там каких-то сидеть в кресле или как-то что-то. Мне нужна просто работа, но всегда, я не знаю, какие-то причины находят вот в данный момент, как бы по этому вопросу. Хорошо, давайте конкретики. Какую работу вы искали и в которой вам отказали? Многие государственные учреждения, там где-то я заходил, где-то там просил, где-то как-то что-то. Я не буду переходить на личности. Просто те, кто сейчас меня видят, они знают, о чем я говорю. У меня давно вот этого нет, вот этих амбиций, там что-то вот сидеть, там я начальник. Вот вы знаете, здесь у многих, опять же, возвращаемся к национальному менталитету, вот у многих здесь вот такая черта, как только он поднялся чуть-чуть, занял какое-то место, небольшое, он сразу начинает вести себя с таким видом, что он чуть ли не там, я не знаю, там президент какой-то компании. Вот, что-то в человеке почему-то меняется. Вместо того, чтобы становиться лучше, когда ему дали роль начальника, он начинает с подчиненными вести себя так, как будто бы это его рабы. Любят блюда лизов, любят тех, кто заискивает перед начальством. Раболепие, оно отсюда еще никуда не исчезло. Не все вписываются вот в эту систему. Не вписываются люди, которые могут сказать правду. Не вписываются люди, которые могут высказать свою точку зрения открыто, например, вот в эту систему. Поэтому эта система для одних, только для таких, определенное количество... Система в данном случае вас не хочет пускать. Я думаю, что да, эта система, как бы, да, скорее всего, она вот по каким-то причинам, как бы, да, как бы, она не хочет меня пускать. Вот. Но я считаю, что это неправильно. Я считаю, это неправильно. Это говорит вообще об отсутствии демократии, как таковой вообще. У нас в Осетии сейчас перенасыщенность. Людей слишком много, работы слишком мало, поэтому те люди, которые имеют работу, они воюют с теми людьми, которые не имеют работу. И те люди, которые не имеют работу, ненавидят тех, которые имеют работу. Вот я бы так сказал. Сейчас просто будет происходить борьба за выживание. И чем будет дальше, как говорится, тем вот эта борьба за выживание. То есть одни будут вытеснять других, будет усиливаться. То общество сейчас сильно изменилось. Нет никакого братства, там нет никакого, мы братья. Эти слова сейчас просто на уровне демагогии. Есть люди близкие по духу и близкие по интересам. А вот такая национальная черта стен, когда мы начинаем хвалиться, что мы там потомки великих Аллах. Наслышан, да, наслышан. К этому вы как относитесь? А знаете, как я скажу, вот насколько у римлян или у греков история, насколько богаче, у монголов, которые весь мир завоевывали, там четверть населения, у них такой привычки нет. Они никогда не рассказывают о том, насколько они велики или насколько там у них Чингисхан или Баты. Я вообще никогда не слышал. А вы никогда не задумывались о том, может, это потому, что сегодня трудно чем-то похвалиться? Может, поэтому мы начинаем туда-назад оглядываться? Да, наверное, скорее всего, потому что всегда говорят, вот наши предки так-так-так жили, да, но они так жили, а вы сейчас по-другому живете. Но всегда существовали отношения даже у наших предков, когда Алдары были, когда князи, и на них также горбатились простые крестьяне, простые остинские крестьяне. То же самое было и тогда. Но тем не менее, давайте не умилять достоинства того же Юрия Кучиева, Токати, Бериева, всех наших выдающихся спортсменов и ученых. Конечно, в любой области, как ни крути, мы умеем добиваться высот, кто-то же должен нам уметь правильные цели ставить. Согласен, согласен. Человек, который не видел, к примеру, да, в жизни, кроме того, что мы здесь видим, не видел что-то другое, что жизнь гораздо шире, чем местные понятия, местные традиции, он, конечно, не сможет размышлять настолько здравомысляще, чтобы понимать всю полноту вот этой жизни, которая разворачивается еще за пределы Осетии, где можно всегда рассчитывать. То примитивно это так, ты видишь только так, вот как твои глаза, а можно еще вокруг обнуться, и там тоже мир, да? Да, так получается. Да, жизнь гораздо шире, и он просто меняет свое мировоззрение, как бы. Кругозор. Кругозор, да. А вы никогда не думали, что, может быть, вы сейчас были намного счастливее с вашей ощущением, если бы вы не знали, с чем можно сравнить, когда человек может достойно жить, зарабатывать и так далее. А если бы вы в Англию не уехали, у вас не с чем было бы сравнивать, вы тихо, спокойно бы жили в Осетии. Пришел, отработал, поспал, пришел так вся жизнь, как бы, да? Ну, наверное, я другой человек, у меня такая судьба была, чтобы поехать, написать книгу, приехать, как бы увидеть жизнь, там, понять для себя какие-то вещи, у каждого свой жизненный путь. Ну, у меня таких планов не было, чтобы там 14 лет пробыть, как бы нелегальным, чтобы потом получить, как бы, гражданство. В любом случае, я же говорю, о жизненном опыте, он гораздо важнее, чем все остальное. Случись, что вы там прожили эти 14 классических лет, вам дали гражданство, и вы англичане. Кто бы отказался от гражданства, там, Германии, или кто? Богатые люди наши, они имеют особняки, там, в Германии, в Англии, им же не стыдно иметь, там, недвижимость за границу, в Подмосковье, там, огромные дома, дачи, земельные участки, которые стоят миллиарды. Почему мне должно быть стыдно, что я там, допустим, приобрел еще какое-то другое, там, гражданство, английское, они хотели решить. Это, естественно, желание человека сделать свою жизнь лучше. Недавно вот министра выступал, Ливанов, в Госдуме выступал, говорил, что зарплата учителей составляет, средняя зарплата 28 тысяч рублей по России. Ну, где это? Наши учителя получают 7-10 тысяч. Как бы, да? Разница-то существенная. Безысходность. Безысходность, да. Тогда человек озлобляется, ему наплевать абсолютно на все. Кто там командир, командует, кто власть. Ему главное, чтобы его зарплата была достойная, чтобы жизнь его была достойная, чтобы дети не боялись завтрашнего дня. Вот у нас как народ? Народ у нас живет сегодняшним днем. Вот я заметил отличие. Народ живет сегодняшним днем. Наши люди не могут планировать на вводы вперед. Вот эта неуверенность, она губит все, она разрушает все. Что-то хорошее в жизни происходит? Ваш писательский глаз же все улавливает. Я счастлив в том, что все мои близкие, родные, живы, здоровы. Я счастлив, у меня хорошие дети растут. А в социуме что-нибудь меняется? Нет, в этом направлении пока стена. Пока стена, через которую мне как бы не удается пока достучаться. И я сейчас делаю все возможное и невозможное, как бы, да, чтобы добиться в жизни стабильности. Это будет делать любой нормальный человек. Если люди за свои права не будут бороться, если люди не будут цивилизованными методами бороться за свои права, их жизнь никогда не улучшится. За них никто это не сделает. Поэтому у меня есть такая потребность, как и у отца была потребность, и как у моего деда была потребность говорить прямо и открыто. Не шушукаться там где-то за углами, да, и высказывать свое недовольство, а говорить об этом прямо, в глаза, то, что я считаю нужным. Просто они должны одну вещь понять. За них, их жизнь, для их и их детей никто лучше не сделает. Будет продолжение нелегалам? Ну, 30 страниц я как бы написал печатных, вот сейчас потихоньку, как бывает вдохновение, продолжаю сейчас писать. Что это за продолжение? Тоже нелегал, но у себя на родине типа такого. То есть нелегал у себя на родине. То есть те же самые ощущения переживаете, получается? Нет, в смысле здесь просто человек, когда сталкивается с несправедливостью, с социальными какими-то многими проблемами. То есть у себя, у нас в собственной родине вы ощущаете себя тем же нелегалом? Да, здесь же много проблем. Это парадокс, конечно. Да, это как бы сказано так образно. Но здесь же у многих людей как бы проблемы, что они на своей родине чувствуют себя не совсем как бы гражданами своей родины. То же самое как бы о Сети. Разговор будет и о девушке. Не без этого, не без женщин. Здесь я постараюсь и отношения тоже включить, которые у меня есть на данный момент. Чтобы как-то приукрасить. Ну, муза всегда должна быть. Да, это точно. Обязательно пренепременно иначе не будет писаться. Это точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова